Проклятие Титаника и ирония судьбы. Что случилось с миллиардерами-туристами в подводной лодке? Весь мир наблюдал за поисковой операцией в Атлантическом океане, где 18 июня пропал батискав под названием «Титан». На борту были туристы, которые направлялись к месту крушения Титаника. Организовала экстремальную экспедицию американская компания Ocean Gate Expeditions. В СМИ называли произошедшее «проклятием Титаника» спустя 111 лет. Британский лайнер затонул в апреле 1912 года, проигнорировав предупреждение об опасностях и столкнувшись с айсбергом. На его борту в момент крушения находилось более 2200 человек. Погибли свыше 1500. Точное место крушения «Титаника» было определено лишь в 1985 году. Обломки лайнера находятся в Атлантическом океане на глубине почти 4000 метров. Береговая охрана США сообщала, что в путешествие на «Титане» отправились пять человек. Связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения. Отмечалось, что «Титан» может обеспечивать находящихся в нем людей кислородом не более четырех суток. По данным Sky News, поездка к месту крушения «Титаника» стоила порядка 250 тысяч долларов на человека. На борту «Титаника» были основатель Ocean Gate Expeditions Stockton Rush, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее туристам летал в космос, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Управлял подлодкой французский акванавт Поль Анри Наржале. РИА Новости цитировали документ с предупреждением, который должны были подписать туристы перед экскурсией к «Титанику». Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано. Путешествие на нем может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже вашей гибели. Американские и канадские корабли и самолеты прочесали огромную территорию, пытаясь найти пропавшее судно. К поискам подключилась и Франция. Новость о том, что один из пассажиров «Титана» вышел на связь, оказалась ошибкой. Ранее ирландский следователь Рори Голден написал в соцсети в связи с поисками батискафа, что он в порядке. Однако Голден, как позднее написали СМИ, находится на борту корабля, с которого запускали батискаф и лишь участвует в поисково-спасательной операции. 22 июня, когда кислород в подлодке уже иссяк, телеканал Sky News сообщил, что береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска батискафа «Титан». Агентство Reuters чуть позже уточнило, что дистанционно управляемый аппарат, отправленный с канадского корабля, обнаружил поле обломков подводного корабля «Титан» на морском дне примерно в 488 метрах от носовой части «Титаника», на глубине около 4 километров под водой. Были найдены пять основных фрагментов шестиметрового «Титана». Обнаруженные обломки говорят о том, что в батискафе произошел катастрофический направленный внутрь взрыв. Компания Ocean Gate Expeditions распространила официальное заявление, в котором говорится, что экипаж батискафа «Титан» погиб. Голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший в 1997 году фильм «Титаник», рассказал в интервью BBC, что чувствовал, подводный корабль «Титан» нельзя было спасти. По его словам, если отказала электроника подлодки, потеряна навигация и вышла из строя система связи, то катастрофа неминуема. Сам Кэмерон совершил 33 погружения к затонувшему «Титанику». Режиссер назвал гибель «Титана» ужасной иронией судьбы, так как обстоятельства катастрофы схожи с крушением самого «Титаника» в 1912 году. «Теперь у нас есть еще одно крушение, основанное, к сожалению, на тех же принципах игнорирования предупреждений», сказал он. По его словам, руководство туристической компании Ocean Gate Expeditions предупреждали о технических проблемах подлодки. Некоторые члены сообщества глубоководных погружений отправляли еще в 2018 году письмо Ocean Gate, в котором говорилось, что экспериментальный подход компании к погружениям может привести к катастрофе. Кроме того, судебные документы США показывают, что бывший сотрудник Ocean Gate в 2018 году также заявлял о потенциальных проблемах с безопасностью судна.